КОНЕЦ 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 Считается лучшим творением зодчего, который, не покидая Англию, сделал проект по натурным рисункам местности, идеально вписав его в окружающую природу. Все работы выполнялись руками русских мастеровых – каменщиков, столяров, лепщиков. В разное время на строительстве работало от нескольких десятков до тысячи человек. Материалом для строительства был выбран местный диабаз – зеленовато-серый и очень твердый камень, почти в два раза прочнее гранита. Через века он должен был пронести величественное имя Воронцова. Западный фасад напоминает мрачный средневековый замок. Северный фасад – иллюстрация английского стиля в архитектуре. Центральный портал южного фасада – настоящий шедевр творческой фантазии архитектора. Одно из величайших творений XIX века. Всего на сооружение дворца и его отделку, не считая стоимости строительного материала, было затрачено 9 миллионов рублей серебром. Перед порталом раскинулась так называемая «Львиная терраса». Цари зверей, созданные итальянским мастером Банани и его учениками. Воронцовский парк поражает обилием всевозможных изюминок. Это вековые деревья и солнечные поляны, петляющие дорожки и каменные завалы, зеркальные пруды и звонкие водопады. Особые очарования парку придают цветущие в разное время года растения. Три поколения воронцовых владели Олубкой вплоть до революции. После установления советской власти в Крыму в 1920 году дворец Тихо, согласившись с приставкой «музей», начал свою вторую жизнь. Попадая внутрь, понимая, что интерьер дворца также своеобразен и вместе с тем органичен со всем, что его окружает. Парадный вестибюль Эдуард Блор спроектировал по типу английского холла. Высокие дубовые панели, тисненные под цвет кожи обои, диабазовые камины, массив дубового потолка, имитирующего готический свод. Интерьер парадного кабинета способствует ощущению комфорта и располагает к доверительной беседе. Сам граф Воронцов на портрете Франца Крюгера представлен на фоне клубов дыма от последнего сражения на Монмартровских холмах. Будуар графини оформлен в стиле китайского кабинета. Верхняя часть стен затянута циновками из тонкой рисовой соломки, расшитой шелком и бисером руками крепостных мастериц. Очень нарядно и эффектно выглядит голубая гостиная. Бесконечный лепной узор вьется по ее стенам, создавая эффект легкости и свободы. Это помещение Воронцовы использовали как домашний театр. Зимний сад и сегодня сохранил свою удивительную красоту. Здесь представлены мраморные бюсты семейства Воронцовых, искусно вырезанные резцом французского мастера Дени Фуатье в 1821 году. А вот милая девочка, работа итальянского мастера Корбеллини. Невольно застываешь перед этим творением рук человеческих. Столовая, созданная в духе мавританского замка, поражает богатством отделки и виртуозной резьбой по дереву. Это самое большое помещение дворца. Над фонтаном балкончик для музыкантов. В интерьере многочисленные предметы из бронзы, хрусталя, фарфора и малахита. Стены бильярдной специально лишены художественной отделки, чтобы не отвлекать от живописных полотен известных западных художников. Картина «Политик» Уильяма Хогарта – единственная в СНГ работа этого художника. Мужской портрет Франца Поурбиса – прекрасный образец нидерландской живописи XVI века. Библиотека создана по образу библиотеки Вальтера Скотта. Современники справедливо считали ее отделку и само собрание одним из лучших в России. Все книги и сегодня находятся на своих местах. На втором этаже дворца находились покои семьи Воронцовых. Сейчас там размещаются фонды музея, личные вещи графской семьи, мебель, посуда, изделия из бронзы и фарфора, произведения отечественной и зарубежной живописи. Сегодня Олубкинский дворец, как и 170 лет назад, одно из лучших украшений Крымского полуострова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok